Но, как правило, до человека не донесена такая важная особенность светлых теней, как густота краски. Вот теневые не любят густую краску. То есть по возможности теневые должны остаться акваритные, в масле в том числе. То есть как бы залитые маслом. И вы, когда пойдете смотреть живопись, вы столкнетесь, потому что теневые очень мало используют вещества краски. А световые, наоборот, плотные, густые. Ну вот, о плотности очень хорошо рассказывано, допустим, вот здесь. Вы видите, почти акварельный характер теневых. И плотный, густой, краской набранные световые. И оно звучит. Потому что, и вообще, в лужевописе есть понятие, звучит, не звучит. Можно вылизать картину. Вот и долго. И не будет по идее фотореализма. Когда даже думать не надо. Просто вылизывай до полной точности. Ну понятно. Вот одна из основополагающих вещей для живописи масла, это то, что теневые не любят густую краску, а световые любят именно плотную, густую краску. И если вы даже вот это знание запишите, а в конце работы, допустим, вы написали картину, и у вас есть несколько тезисов, причем основных, не каких-то странных, почерпанных из книг, в которых просто художник пьет воду, чтобы книга была потолще, цена подлиннее, чтобы выбрать из воды, очень трудно. Но из таких художников-практиков можно вытащить интересные мысли. Но вот одна из этих мыслей, я думаю, что все художники подпишутся сразу под ней, что это одна из важнейших мыслей, это вот это. И в конце работы всегда, в конце конкретной картины, вы всегда можете сесть, посмотреть. Густоту где-то спилить с холстом, бывает, можно и пошкурить, можно и лезвием, и ножом довести до малого количества краски. То есть все сохранится, только краски останется мало, и в этом будет некая культура подачи. То есть доработку можно навести уже с использованием основополагающей культуры.